Приветствую друзья, с вами как всегда Шаман и сегодня мы поговорим о том, что необходимо делать каждый день в игре Animal Crossing для Nintendo Switch. Это видео рассчитано на новичков в игре, но возможно каждый из вас сможет почерпнуть для себя что-то полезное, так что давайте начнем. И первым делом мы поищем на острове всех возможных игровых персонажей. Каждый день вам необходимо общаться хотя бы раз с каждым жителем вашего острова. Вы можете дарить им подарки или просто интересоваться как у тех дела. Это не только влияет на уровень вашей дружбы, но и приближает вас к выполнению внутриигрового достижения. Касательно отношений с жителями острова, я планирую как-нибудь выпустить видео на этом канале, конечно же если вам будет интересно. После того как вы побеседовали с каждым жителем острова, посещаем главную городскую площадь. И проверяем здесь не приехал ли кто на ваш остров. Здесь можно повстречать Лейфа, торгующего цветами и ростками кустов. Кикса, торговца обувью, носками и сумками. Лейбл, которая ищет по островам модные тренды. Ну и касательно Лейбл, загляните в магазин к ее сестрам, если он у вас конечно имеется на острове. Чтобы побеседовать с Эйбл, которая может наградить вас красивыми узорами для перекраски различных предметов обстановки. После этого пробегитесь по пляжу и поищите на нем Гулливера, который раз в две недели попадает на ваш остров с очередным заданием на поиск деталей. А также по всей территории вашего острова может где-то прятаться Сахара, которая продает стены, полы и обои. Рыбак СиДжей, который скупает у вас рыбу дороже, дает квест на рыбалку и мастерит модели рыб. Жуколову Флик, у которого можно также заказать модель насекомого и продать ему любых жуков с хорошей выгодой. А еще можно повстречать рыжего Алиса Реда на тайном пляже вашего острова, у которого можно приобрести предметы искусства, о которых я говорил в отдельном ролике. Ну и последняя пара гостей в вашем городе может повстречаться лишь в ночное время суток. Это сестра Блезерса, Селеста, дающая нам при каждой новой встрече по одному чертежу мебели из осколков звезд. А еще милый призрак Уисп, у которого также мы получаем квест на поимку его частиц взамен на приятные плюшки. Ну и о Дейзи Мэй не забудьте в первую половину воскресного дня. В общем, ребята, если вам интересно узнать обо всех гостях вашего острова, пишите под видео. А мы возвращаемся к повседневным делам. После того, как вы совершили свой утренний или дневной обход города, загляните к терминалу Нука и получите свои ежедневные мили. После чего мы смело отправляемся на сбор ресурсов. Значит, идем сразу на пляж и ищем там осколки звезд. Если, конечно же, прошлой ночью вы ловили эти самые звезды у себя на острове. Тут же будут вам встречаться ракушки, но что будет более полезным, нежели ракушки, так это бутылка с рецептами. Которая содержит очередной рецептик для крафта различных вещей. Всего на вашем острове может появиться две бутылки. Одна бутылка 100%, но есть шанс получить две, если вы один раз пробежитесь по пляжу утром до 6 вечера. А после сделаете еще вечерний обход. В таком случае, возможно, вечерком вы получите еще одну бутылочку в бонус. К тому же, еще одну бутылку с рецептом можно обнаружить каждый день на одном из островов Замили Нука. Итого мы можем найти три бутылочки за день. Ну а теперь мы переходим к тряске деревьев. Когда вы сотрясаете лиственные деревья, я имею ввиду хвойные и обычные, на которых не растут плоды, у вас в любом случае выпадет что-то одно из трех вариаций. Это будет либо монетка номиналом в 100 диней, либо появится кусючая оса, которых, кстати, на острове за день можно поймать около 6 штук. Ну и третий вариант. Это уже готовый предмет обстановки для декора вашего острова или дома. Таких вот готовых предметов вы можете получить не более двух за день. Но это если на вашем острове. Но поехав за Мили Нука, вы можете стрясти на каждом из островов по одному вот такому вот предмету обстановки и по одной осе. Следующей нашей задачей будет найти светящуюся ямку, из которой можно выкопать тысячу монет, и в которую можно закопать любое количество монеток, чтобы через 4 дня на ее месте вы получили денежное дерево. На этом дереве вы можете получить урожай в виде трех мешков-диней по 10 тысяч, либо с утроенным количеством закопанных вами монет. Так что можете смело закопать любую сумму, и у вас есть небольшой шанс, конечно, не сильно большой, но есть, чтобы вы копаете в 3 раза больше монеток. Кстати, после посадки мешка монет в эту яму, вы смело можете выкопать росток денежного дерева и пересадить его в любое удобное для вас место. Ну а теперь ищем по острову 4 трещины, из которых вы можете выкопать окаменелости для музея. Каждый день таких разломов в земле вы можете найти 4 штучки. Не больше и не меньше. Ну и на островах Замилинука у вас также есть шанс найти такие вот разломчики. И последним вашим ежедневным делом будет поиск и добыча полезностей из валунов, которые появляются у вас на острове. Если их не разбивать, они останутся на следующий день на прежних местах. Если же вы их разобьете, тогда на другой день разбитые вами камни появятся в каких-то новых локациях вашего городка. Всего камней на острове 6 штук, и один из них всегда будет денежным камнем, из которого вы получите не камешки с железом, глиной и, возможно, золотом, а монетки и мешочки диней на сумму в 16,5 тысяч диней. И вот для совсем уж новичков скажу, что для выбивания всех 9 предметов из каждого камня вам необходимо иметь упор позади. Это может быть как пара ямок, так и обрыв, либо ямка в комбинации со стволом дерева. А если вы будете бить лопатой по булыжнику недостаточно быстро, то выбейте намного меньше ресурсов. Так что копайте парочку ямок, вставайте между ними и начинайте лупить камень как можно быстрее. Думаю, для всех это уже не такая уж и новость. Ну и конечно же, ребята, вы можете посещать магазины, продавать предметы дня, поливать цветы, сбивать шары и украшать свой остров. Рыбачить, ловить насекомых и всячески развлекаться. Но на этом я, пожалуй, не буду делать акцент. Тут уж дело личных предпочтений. И на этом ежедневный список дел каждого жителя острова я считаю оконченным. И от чистого сердца благодарю всех за внимание. Всем желаю приятно провести время в игре и получить море позитивных эмоций. Подписывайтесь на канал, посещайте мои стримы на втором канале, ну и вообще заглядывайте в описание под видео. А с вами был Шаман. Покеда! Субтитры создавал DimaTorzok